Привет! Меня зовут Наталья Качанова Роудс и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы будем говорить с вами о Катином предназначении, о ее бизнесе, о том, чем она занимается. Ну что, наверное, ты сначала сама расскажи, а потом я уже тебя попытаю, задаю вопросы. Какой же у тебя такой интересный бизнес, что мне так захотелось у тебя взять интервью? Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Ну, у меня на самом деле два бизнеса, но так как я уже сюда когда пришла, Наташа узнала про второй. Она меня позвала по поводу моего первого бизнеса. Да, то есть последние три года я развиваю свое брачное агентство. Ура! Давайте, девчонки, слушайте внимательно, что такое брачное агентство и как оно работает, и чем оно может быть вам полезно. Да, то есть на самом деле агентство у нас местное здесь, в Хьюстоне. То есть только на локал? Я думала, что да. То есть первоначальная идея была именно в Хьюстоне. Ну, люди сейчас же очень много передвигаются в какие-то соседние города, Даллас, Остин. Ну, вообще, да, то есть мы начали с Хьюстона. Я просто, опять же, это статап, я хотела попробовать, посмотрим, что из этого получится. Про брачное агентство я на самом деле ничего не знала сама. И у меня сначала была идея быть просто вот лайф-коуч. В общем-то я была психотерапевт, поэтому я хотела больше именно работать в интернете, дома, как-то поменять свой образ жизни. Ну, дай мне сидеть в офисе целый день. Бизнес-навыков у меня никаких не было. Ну, сами понимаете, я практически ученый. Вот. То есть не было ни бизнес-навыков, никаких там технических вот этих вот всех видео, там, маркетинга, компьютера и так далее. Тоже особо не было никаких навыков. Вот. То есть мне пришлось очень много шишек самой набить, самой судьбу научиться. А как получилось, в связи с брачного агентства, я просто поехала в отпуск в Флориду. И там познакомилась с одним мужчиной, кстати. Ну, я не знаю, как это, опять же, по-русски сказать, свах. Если свах, значит свах. Мэтчмейкер. Ну да, матчмейкер. Мэтчмейкер. Я, кстати, за 15 лет я уже, не знаю, я смотрю, что русский язык обамериканился очень сильно. Ну, очень много, да, очень много. И люди понимают прекрасно, что это обозначение. То есть они знают, что такое матчмейкер. Да. Вот он как раз был, да, матчмейкер, причем черный мужчина. Он мне очень напоминал вот это, знаете, кино есть американское, Хитч называется. Да. Хитч есть? Да. Да, и вот он очень был на него похож. И причем начал мне рассказывать про свое агентство, там, я говорю, мэтчмейкер, мэтчмейкер. Я даже не знала, что они существуют. И думаю, мэтч, наверное, тоже так могу. Я тогда, кстати, вот тоже, пока искала своего мужа, через все прошла. Да, через всевозможные варианты поисков. То есть и сайты знакомств, и на мероприятия ходила, спид-дейтинг там, и всякие группы, встречи там и подобное. Я, то есть на живые мероприятия ходила. И потом даже я в местное брачное агентство... У тебя есть опыт такой, да, работать брачным агентством? У тебя был... Ну, это было в Хьюстоне, это было в американское, да, в брачное агентство. Мы не взяли. Тебя не взяли? Не взяли. Почему? Говорит, у нас слишком много женщин, нам нужен мужчина. А вот, там путь золотая. А вот, а поэтому не взяли. Вот, ну и я поэтому вот, все это вот, все вместе, и думаю, ну, дай-ка я попробую свое собственное агентство. Вот, и сначала идея была именно иметь какое-то местное брачное агентство здесь по Хьюстону. Ну, в чем суть... Потом как-то мы так вот разрослись. А в чем суть твоей услуги, например, да, если даже, ну, пусть, например, я знаю, что многие девочки, которые здесь тоже живут в Америке, тоже подписаны на мой канал и смотрят. Вот в чем суть твоей услуги? Что ты делаешь? То есть, я очень много общалась с людьми, у которых были несчастные браки, которые приходили за помощью именно в своем браке. И люди часто обращаются за помощью, когда уже у них их брак на грани развода. Тогда они начинают искать какую-то помощь. Вот, и я просто решила начать вот именно с самого начала, когда люди только еще ищут партнера. То есть, я помогаю вот именно подобрать подходящего партнера. То есть, мы смотрим совместимость. То есть, это вот вторая... Понять опять же человеку, что ему нужно на самом-то деле. Это то, что мы с Катей, я узнала, например, я не знала сегодня только, когда мы с Катей немножко поговорили перед записью этого видео. Катя еще занимается астрологией. И поэтому тебе... Помогает ли тебе астрология в твоем бизнесе? Сделаешь ли ты астрологические портреты или прогнозы, даже не знаю, как правильно сказать, на человека, который к тебе обратился, и смотришь ли ты совместимость пары? Да, то есть, у нас включен личный гороскоп. Это в твой сервис. В мой сервис, да, то есть, в пакет вот этот. Ну, знаешь, не все же верят в астрологию, поэтому мы предлагаем пожелания. Вот, но есть разные другие варианты. То есть, к тебе можно обратиться в агентство за подбором и поиском пары, правильно? Да, то есть, во-первых, многие приходят и говорят, вот давайте по мне мужчин там или женщин. Я готов уже сходить, находить на свидание. На самом деле, очень часто приходится говорить, что тебе не время сейчас ни с кем встречаться. То есть, я говорю, я могу тебе посылать людей, они проверенные все, да? То есть, я лично встречаюсь с каждым клиентом, мы его хорошо узнаем. И все у нас люди, которые к нам обращаются, то есть, они проверенные, я имею в виду, что они точно не женаты, там, проверяем их работу, тому подобное, что человек не какой-нибудь там криминал, что он, поэтому мне нужно лично встретиться, чтобы даже чисто психологическое состояние человека оценить. Вот, потому что приходили иногда люди, ну, если, допустим, может быть, не в первом интервью ты увидишь, то потом еще пару раз с ним пообщать и понимаешь, что у человека явно что-то не в порядке. То есть, у тебя есть база данных клиентов, мужчин и женщин. Да. Ты какие-то, ты устраиваешь, ну, приватные встречи или ты проводишь какие-то мероприятия, где люди знакомы? Как работает твоя услуга? Как работает твоя услуга? У нас, наш основной фокус все-таки частные услуги, то есть, один на один мы работаем с человеком. И, то есть, это, опять же, частная услуга, мы стараемся сохранять именно конфиденциальность, вот, то есть, мы не выставляем куда-то там профайлы публично. Вот, то есть, допустим, женщина, вот Наташа пришла ко мне в качестве клиента, то есть, я ее хорошо узнаю, и потом показываю ей вот мужчин, которых, ну, во-первых... Подходит под моим мнением, подходит этому клиенту. Ну, во-первых, конечно, ее собственные желания какие-то, вот, то есть, мы пытаемся, вот, посмотреть, кто ей подходит, я ей показываю, она говорит, ну, вот, допустим, вот этот вот, вот, мне нравится. Потом я вот этих мужчин спрашиваю, говорю, вам Наташа нравится? То есть, обычно, коммуникация идет по e-mail, то есть, вот эти вот... Ты представляешь фотографии, люди смотрят на эти фотографии? Ну, там не фотографии, там такой вот, ты же видела, вот, я тебе показывала. Да, профайл такой, сначала короткий такой профайл, как мы говорим introduction, вот, то есть, на основе него уже можно сказать, что есть вообще первоначальный интерес или нет, вот, то есть, если вот это вот они оба заинтересовались друг другом, тогда, ну, я отвечаю на вопросы, может быть, если что-то там не было в профайле, вот, отвечая на вопросе по поводу этого человека, и потом обычно мы даем телефон женщине. А, мужчина должен звонить первой? Да, мужчина звонит, то есть, мы все-таки стараемся классику такую соблюдать. Вот. Мужчина инициирует контакт, когда, да, то есть, женщина знает, что этот номер принадлежит этому человеку, и она уже понимает, что это будет звонок от него. Да, 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 то есть, мужчина звонит, мы как раз поощряем вот именно телефонный звонок, ну, обычно он не там смс-ку пошел, конечно, там, когда можно поговорить, вот, я там такой-то, такой-то, и вот, но мы поощряем именно телефонный разговор. Да, потому что, знаете, люди сейчас привыкли вот именно текстовать, вот, разучились уже по телефону разговоры. А сколько вот у тебя, вот тут твой опыт, вот уже на три года, ну, можешь что-то какие-то назвать, что у тебя уже есть положительный опыт, у тебя там, например, столько-то пар создалось, например, сколько-то там пар, например, даже поженились. Вот у тебя, ты ведешь какую статистику? На самом деле, статистика, она немножко получше мне, ну, я могу сказать, конечно, сколько у нас пар, да, поженились, у кого-то уже ребенок, но все, где-то три года прошло, в общем-то там, это сравнительно небольшой период. То есть, еще пока ты не отслеживаешь это, да? То есть, я думаю, что пар, наверное, 20 уже точно женаты, другие там просто в отношении. А вот твой сервис, он начинается от подбора пара, чем он заканчивается? Когда ты говоришь, что, все, ребята, моя услуга выполнена, это что является конечной твоей услугой? Когда человек говорит, окей, спасибо, Катя, тебе за услугу, это что? Они просто, ну, вот человек, допустим, женился, они говорят, Сусь, снимай мой профиль. А, то есть, он у тебя, может быть, в сервисе, пока не найдет? Да. А, да, то есть бывает, что человек начал с кем-то встречаться, не получилось, он может прийти обратно. У нас нет вот этого лимита по времени пока. Да, потому что я почему Катю так пытаю, потому что я когда приехала сюда, мне хотелось поработать с брачными агентствами, с американскими. Я предлагала себя как коуча и хотела, потому что у меня есть большая база данных женщин, которые желают выйти замуж. И я ходила в несколько агентств, предлагала себя как вот сваху со стороны, вот, да, чтобы предлагать сюда наших девочек. И я знаю, что американские очень ограничены по времени и по количеству предоставленных контактов. Да, например, говорит, мы тебе, например, за 6 месяцев гарантируем встречу с 5 кандидатками, которые соответствуют 100% твоим ожиданиям. Ну, если ты за это время не нашел, то ты проходишь, ты продолжаешь свой сервис, ты оплачиваешь вновь. И, ну, вот таким образом. Но у тебя, как понимаешь, люди оплатили до победного конца. Да, ну, обычно я все-таки людям говорю, что давайте возьмем год. Вот этот вот именно период, потому что я тоже не волшебница. Я говорю, многим нужно вот именно собой заняться сначала, прежде чем. Иначе будет то же самое. Даже если я вам пошлю людей, и часто так вот они, люди же не слушают. Вот, и давай, 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 я хочу встречаться там, находить на свидании. То есть они не слушают, что, я говорю, мы сейчас не готовы просто к чему-то новому. Вот, и... Нет результата, конечно. Я говорю, будет то же самое, чтобы... Даже вот хоть там золотой. Если ты сама вот чисто... Сейчас чувствуешь себя так вот, неуверенно. Катя, а вот у меня к тебе такая просьба. Все-таки... Ну, я... У нас сейчас нас смотрят не только девочки, которые живут и в Юстоне, в Америке, но и многие те, кто проживает на другой части планеты. Вот, и многие общаются с мужчинами, с американцами в том числе, и по скайпу, и ожидают встречи. Есть ли какая-то... Что-то, какая-то специфика, что ты можешь порекомендовать девочкам, на что обращать внимание в коммуникации с американскими мужчинами. Потому что через твои руки проходит большое количество мужчин, да? Ты с ними общаешься, ты узнаешь их какие-то желания, предпочтения. Вот, что ты можешь пожелать девочкам с точки зрения тем девочкам, которые желают американского жениха? Вот какие они, американские мужчины? На что им следует обратить внимание? Я, честно говоря, говорю, что, по крайней мере, из моего личного опыта, я не видела никакой разницы между русскими и американскими мужчинами. Люди, в общем-то, везде одинаковые. Ну, по крайней мере, я говорю, что по моему опыту. Хотя в России у меня был только один мужчина. И потом вот практически такого же я встретила здесь, в Америке. Разницы вообще никакой не было. Я, честно говоря, всегда с недоверием относилась вот с этим невестам по-телепистски. Потому что я считаю, что нужно человека узнать. Нет, ну ты же знаешь, я тоже вышла замуж, условно говоря, по сайтам знакомого переписки. Я считаю, что это нормально. Да, я всегда с повреждением относилась именно к таким бракам. Потому что мы вот когда даже совместимость смотрим, то есть мы смотрим совместимость, которая проявится именно когда люди начнут жить вместе. Потому что, знаешь, люди могут встречаться там хоть годами, а потом начинают жить вместе и все разваливается через два месяца. Встречаться и общаться в скайпе – это одно, я с тобой абсолютно согласна. Жить – это совершенно другое. А вот еще такой момент, который мне хотелось бы с тобой обсудить, потому что эта тема очень важная. Как ты считаешь, насколько это удобно, этично, правильно, неправильно говорить с мужчиной о его финансовом положении? Я не говорю на первом свидании или на первой встрече в скайпе. Насколько, по твоему мнению, американские мужчины готовы обсуждать финансовые вопросы? Они, да, я вижу, что мужчины очень плохо реагируют, когда начинаешь с ними обсуждать финансы очень быстро. То есть на ранних этапах они этого очень не любят. Я думаю, что русским это тоже бы не понравилось. Ну, когда ты рекомендуешь? То есть у нас, допустим, есть в нашем агентстве есть минимальный доход, требования по минимальному доходу, то есть 50 тысяч в год – это минимальный доход. Ко мне приходят иногда женщины, требуют, что давай, типа, 250 тысяч в год, чтобы он зарабатывал минимум, иначе даже не предлагают. Да. И вот как раз мне мужчины сами рассказывали, что я только с женщиной познакомился, она меня уже начинает, знаешь, такие наводящие вопросы спрашивать, типа, какой у тебя дом, где у тебя дом, в каком районе, там, какая у тебя машина, и потом, то есть она практически пытается у него выгодить. Ну, я вообще не вижу ничего в этом плохого, честно признаться, потому что если у женщины у самой доход, например, там какой-то, пусть даже 100-120 тысяч. Ну, если у тебя такая женщина, да. Да, то ей, конечно, неинтересно, ей интересно видеть мужчину, который тоже сложился, и который имеет, ну, не живет в партнер за 500 долларов, снимая в месяц, понимаешь? Что-то, как бы, я считаю, что ничего в этом нет плохого, а когда мужчина так реагирует, я считаю, это проблема у мужчины самооценка, понимаешь? Или страхи, что кто-то там посягает на его безумные финансы. Я вообще считаю, что мужчины все, да, и женщины, я думаю, тоже, что они хотят, чтобы их любили безвозмездно. Ну, это так не бывает. Ну, вот они вот все-таки требуют такого, иначе... Может так получиться, что, да, он думает, что, хорошо, она за меня выходит замуж за денег, особенно когда вот такая разница большая, есть в доходе, вот он привозит кого-то с Украины там, да, я не знаю, что они там зарабатывают, но явно меньше, чем мужчин здесь. Вот, то у него будут и соответственные требования, ожидания. Ну, я хочу сказать, что я вот запишу об этом видео, у меня есть как-то, ну, понимание того, что неважно, из какой страны мира, здесь нашел мужчина, женщину, или привез женщину из любой другой страны мира, не имеет значения. Женщина будет счастлива тогда, когда она будет чувствовать себя защищенной. Если ты живешь, и ты не понимаешь, что с тобой может произойти, когда мужчина с тобой разводится, умер, появились в его жизни дети от первых браков, женщина должна быть защищена, потому что я здесь сейчас, когда последнее время у меня столько девочек обращаются, здесь местных, которые в разводе со своими мужьями, или на стадии развода, и они абсолютно бесправны. То есть она прожила там какое-то количество лет, никогда не спрашивала, не интересовалась доходами мужа, даже не знала, там, вообще мало что знала вообще о его счетах, и в один прекрасный день, ну, ее, условно говоря, выставляют на улицу. Да, это очень просто происходит, особенно с такими невестами, которые с другой стороны приезжают. Да. На финансах, конечно, нужно говорить, но надо очень осторожно, я считаю, быть, с летом. Безусловно, на первой встрече, ну, вряд ли будет это целесообразно говорить об этом, хотя у меня тоже есть, девчонки, видео, посмотрите, найдите его, я, может, поставлю здесь. Просто иногда женщины, ну, так буквально начинают это все выведывать. Нет, ну, на первом свидании говорить о том, расскажи, какая у тебя машина, где у тебя дом и какой у тебя доход, наверное, вряд ли это будет. И вообще, да, на первом свидании, когда женщина начинает говорить про работу. А о чем ты рекомендуешь говорить на первом свидании, с твоего опыта, например? Вот интересный вопрос, да, вот ты что бы рекомендовала женщинам, которые общаются, встречаются, о чем говорить? Вот, например, те же твои американцы говорят, мне приятно говорить об этом. Вот, что ждут мужчинам, например, не то, чтобы в этом что-то такого неправильного есть, говорить о работе. Просто, знаете, они весь день уже на работе просидели, потом приходят на свидание опять про работу. Вот, то есть, просто это скучно. Я бы начала, может быть, с каких-то, наоборот, его интересов вообще. Что тебя интересует, хобби, увлечения. То есть, да, хобби. И просто спросить, вот, что, может быть, делает тебя счастливым. Хороший вопрос. Да. Или какие-то у тебя мечты, может быть, есть в жизни. Где бы ты хотел себя видеть через пять лет, например. Вот это, кстати, хороший вопрос, потому что ты увидишь, какой... Вот, у меня был, я говорю, бойфренд здесь, вот, туда-сюда. Мы вот расходились, расходились. Мы как раз разошлись. Одна из причин была в том, что у нас были разные цели в жизни. А, то есть, он не хотел детей, например. Вот. И я ему слет, вот, причем. И мы нам на профайле, на своем сказала, что я хочу еще детей. Потом мы уже начали, когда встречаться, я говорила, что я хочу еще детей. Он тогда сказал, я не уверен. Через полтора года он объявил, что он не хочет детей. Вот. То есть, это было тяжело для меня просто так проглотить. Это была одна из причин, почему мы разошлись с этим мужчиной. Вот, извините, я сейчас приверю. Девочки, это, кстати, очень важный аспект. И об этом я тоже уже говорила. Когда вы для себя формируете образ мужчины, очень важно понимание. Хотите ли вы, ну, это касается, конечно, женщин детородного возраста в высшей степени. Планируете ли вы еще иметь детей? Потому что очень важно, чтобы ваш партнер был в этом заинтересован. И об этом не стесняться, нужно говорить, что я еще хочу детей. Как ты видишь в своей жизни? Потому что мужчина может сказать, у меня уже есть дети от первого брака. У тебя есть твой ребенок, у меня дети от первого брака, я не хочу больше детей. И вам нужно понимать, либо вы принимаете его позицию, и живете с этим мужчиной, выбираете этого мужчину. Или говорите, ты классный, ты хороший, но я хочу найти того партнера, с кем я могу родить еще ребенка. Поэтому вот все время думайте, что вам нужно на самом деле. Кать, и еще несколько слов. Как тебе о твоем еще дополнительном увлечении, о твоем бизнесе, астрологии? Я знаю, что ты консультируешь, составляешь астрологические прогнозы. Правильно? Да, я просто начала делать видео на YouTube-канале. Я вот здесь, там внизу, посмотрите, пожалуйста, будет ссылка на Катин YouTube-канал. Поэтому вы можете зайти и посмотреть, что делает Катя на своем канале. Да, то есть я просто решила попробовать выставлять видео, где я обучаю астрологии. Причем, хотя у меня есть знания, но я все-таки больше люблю именно индийскую астрологию, джойтиш, йогу. И вот именно учения древней Индии. Вот, то есть я сейчас сосредоточена именно на обучении вот этого вида астрологии. И да, астрологию я опять же использую в совместимости, хотя это только один из вариантов. И в чем астрология помогает, в братственном агентстве в том же, да. То есть есть, как сказать, несколько аспектов, которые влияют на успех, ну, замужество, на исход, так сказать, отношений. И один из них, чтобы время было подходящее. Время для встречи, да, конечно? Время для встречи, да. Да. И бывает, что вот просто время сейчас неподходящее. То есть, как мы говорим, сезон любви. А поэтому, если там совсем все заблокировано, лет на пять, так сказать, то я же тоже не волшебница. Вот, поэтому, может быть, я говорю женщинам, да, приходится мне говорить, что, знаешь, принц твой не появится еще долго. Вот, поэтому мы сейчас можем тебе найти, вот, чисто компаньона, как мы говорим, да? Ты же не хочешь быть одна вот еще пять лет. Вот это очень тоже хорошая мысль, потому что это, вот я скажу тебе, знаешь еще почему? Потому что, вот, это характерно, особенно я бы сказала, вот, внимательные девочки, те, кто был долгое время замужем, и женщина потеряла навык общения с мужчинами, да, то есть у нее был муж. И отношения с мужем, и отношения с мужчиной, когда ты ходишь на свидание, это разные отношения. И вот это очень хороший момент, да, когда ты просто учишься встречаться с мужчинами, ходить на свидание, нарабатывать себе вот эти вот женские качества. Очень, кстати, хорошая идея. Вот даже... Ну, я вот так, потому что все-таки цель-то нашего братьевного агентства именно в браке. То есть, чтобы было замужество, и все хотят, конечно, чтобы это было навсегда, чтобы была какая-то сказка. И я ей просто... Мне приходится иногда говорить, что... Да, вот некоторые приходят прямо в самый сезон любви. Вот ты вот с помощью астрологии можешь увидеть, что он тут не случайно появился. Или она. Прям пришел в самый сезон любви. А бывает, что, наоборот, вот уже годами тянется у женщины, ничего не получать. Или мужчина. И я вот смотрю, и там еще долго ничего не будет. Вот. И поэтому вот я говорю, как есть. И единственный способ это увидеть, только астрология. Потому что астрология – это как раз наука времени. Послушай, а вот еще, как бы, такой момент. Ну, я вообще очень верю в силу собственного желания человека, да. Ну, я верю, потому что я увлекаюсь нумерологией. Тоже считаю, что это тоже наука о числах. Это тоже можно что-то там... Да, я нумерологию тоже учала. Да, портрет личности. То есть, они где-то... Они не говорят, что не похожи. Они перекликаются. Вот. Но при всем при этом я... После вот этого обряда аювазка, то, что я пришла, а я еще искренне верю в то, что человек может влиять на свою жизнь, да. Конечно. Вот. Насколько ты считаешь, что, например, женщина, вот если она сфокусирована на цели, она не просто, знаешь, вяло текущее желание создать семью, а она страстно желает этого. Вот у нее есть, ну, страстное, стопроцентное желание создать семью. Как ты думаешь, сила ее желания может изменить вот эти вот астрологические прогнозы, и она может найти себе мужа? Как твой опыт? Вот я как раз писала буквально на прошлой неделе, по-моему, статью, и был, я не знаю, сходил на мои вообще страницы или нет. Вот, то есть как раз я говорила про то, что сами ученые, не астрологи, а ученые провели исследование и говорили о том, что как важно в жизни, вот, вообще в успехе, даже быть человек талантливый, да, для него, чтобы иметь вот этот огромный успех, как важно именно аспект удачи. А, удачи. Да, сами ученые же это сказали, что прямо пропорционально. Поэтому ты говоришь, желание, да, желание, усилие, конечно, нужно прикладывать, плюс должна быть возможность. И вот эта возможность, это как раз вот быть в нужное время, в нужное время. Я согласна. Вот, поэтому, да, нужно, чтобы было желание. И вот еще один момент, который упомянула, да, и как раз я, когда начинала со своими брачными агентствами, со своей астрологией, я вижу, что вот у человека непростая судьба в плане личных отношений, трудная судьба. И вот как бы я ни пыталась этого человека направить на более, так сказать, светлый путь, и вот показывать, что вот этот вот человек тебе лучше подходит, да, они все равно не слушают и выбирают того человека, который, как бы сказать, даст им вот эту вот трудную судьбу, трудную судьбу, трудную судьбу, трудную судьбу. Это я с тобой согласна, это слушая, да, и я ничего не могу с этим поделать. Они все равно следуют вот своей вот этой вот трудной судьбе. Вот этому предназначению трудной судьбы. Вот ты знаешь, я с тобой согласна, потому что иногда бывает... Я потом уже думаю, да вот, что я буду уговаривать, я перестала это делать. Что я могу сделать? Ну, в то же время, вот, бывает по-другому. Когда человек слушает, да, что-то, я говорю, да, у тебя вот трудная вот такая вот судьба, то есть, и действительно нужно приложить много усилий, чтобы ее... Но человек, опять же, должен осознать, во-первых, это все и приложить усилия. Я с тобой согласна. Да-да-да-да, да. Потому что успех тоже, да, удача, но он и будет вот всегда пропорционален тому, тем усилиям, которые ты прикладываешь. Потому что, ну, я радуюсь за сайты знакомств, я говорю всегда, я вижу. Вот те девочки, которые действительно прикладывают усилия, понимаешь, не так, что зашла раз в месяц на сайт знакомств, раз в неделю, посмотрела, что никого нет интересного, никому не ответила на письма, разочаровалась, зашла через два месяца. Ну, ну, не будет результата. Ну, может, конечно, как ты говоришь, будет сезон любви, там... Так вот, я еще и говорю, что это очень как раз помогает, когда ты прикладываешь усилия в хорошую жизнь. То есть это так же, как вот ты садишь семена в хорошую почву. Живу в лунный день, правильно? Садишь семена в замерзшую почву, ничего не вырастет. Я согласна. Там хоть какие усилия прилагают. Да, согласна с тобой. Поэтому время, вот опять же, видишь, ваше зумно. Согласна, согласна. Так что, девочки, вот внизу смотрите, ссылка на Катин канал, на Катину страницу на Facebook, где ты пишешь свои публикации. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, смотрите, читайте. Задавайте уже Кате вопросы. Я уверена, что вы найдете правильные, нужные подсказки для того, чтобы построить свою счастливую жизнь. Ну что, мы пока... Напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Возможно, у вас будут дополнительные вопросы. Мы с Катей еще раз встретимся, расскажем. Может, какие-то вопросы мы не смогли осветить. Они вам интересны. Тогда мы с Катей обязательно еще раз напишем еще одно видео и ответим на все ваши вопросы. Ну что, что это пожелаешь девчонкам? Удачи, конечно, да. Девочки, мне понравилось очень сказать, я не знала такого выражения, но мне очень понравилось. Пусть у вас будет у всех сезон любви. Да, это... Очень красивое высказывание, очень мне вам понравилось. Поэтому желаю всем вам, девочки, сезона любви в вашей жизни. И пусть он будет длинным-длинным на всю вашу жизнь. И пусть вам с такими путями во всем удача. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, будете получать уведомления. До встречи. Пока.